о пропадает нет все-таки меня он не хочет работать же вчера машине исполнилось 4 года все я бросаю блогерство пусть моя жена этим занимает попробуем сделать все с первого раза перекопал много путешествия рот скан 4k вайфай gps dual приветствую подписчиков и гостей канала сегодня у нас ролик посвященный безопасности автомобиля и подготовки его к путешествию но если так можно назвать безопасности речь идет не только о пассивной и активной безопасности в автомобиле наличие подушек безопасности речь идет о видеорегистраторе который будет снимать не только то что происходит впереди автомобиля но и позади то есть видеорегистратор с двумя камерами опять же для чего нужен такой видеорегистратор для избежания каких-то возможных конфликтных ситуаций на дороге самых первых автомобилей которые были у нас в владении во владении это и nexia и гранта гранта лифтбэк и вот теперь веста на всех автомобилях устанавливался видеорегистратор на лобовом стекле спереди автомобиля но прогресс не стоит на месте сейчас много девайсов которые позволяют снимать в высоком качестве с высоким разрешением найти такой иногда бывает очень сложно порой получается что вроде хороший видеорегистратор начинаешь не о нем читать отзывы оказывается что там всего лишь интерполяция заявленное качество full hd сомнительная и поэтому наш выбор пал на компанию ай бокс под наши требования как нельзя кстати подошел видеорегистратор ай бокс roadscan 4k вай фай gps dual в общем под наши требования как нельзя кстати подошел видеорегистратор ай бокс roadscan 4k у нас в автомобиле уже больше года установлен премиальный gps radar detector silverstone f1 sochi pro его работой мы вполне довольны за все время его использованием не получили ни одного штрафа не в городе не движение по трассе видеорегистратор как раз необходим для того чтобы снимать то что происходит и спереди из-за и для предотвращения каких-то возможных конфликтных ситуаций именно такой видеорегистратор мы искали а наличие gps и глонас только подчеркнет его необходимость предстоящим путешествиям тем самым он дополнит своим использованием наш розар-детектор вот такой видеорегистратор и бокс радкам 4k вай фай gps dual и плюс в комплекте идет камера заднего вида с разрешением 1920 на 1080 с частотой кадров 25 кадров в секунду все это мы сейчас рассмотрим давайте подробно пробежимся по комплекту вот такой такая сумочка прекрасно идет в комплекте здесь у нас сам видеорегистратор сейчас посмотрим сейчас комплект просто я его уже распаковывал как вы понимаете все это кстати наклеечка тут прикольно идет ну и тут тоже вот наклеечки не будут доставать в принципе так покажу в общем интересный комплект премиальный я бы так сказал вот у нас такая зарядка подключение значит прикуривателя подробно останавливаться не будем комплекте у нас идет поляризационный фильтр который позволяет убрать накручиваем его на объектив и позволяет убрать засветы на лобовом стекле также об этом при установке я покажу более подробно и позже комплекте у нас присутствуют вот такие крепления для прокладки для скрытой прокладки проводки будет их тоже доставать все это мелочи так что у нас еще есть очень необходимая вещь в комплекте это такой переходник чтобы сюда можно поставить камеру флеш-карту и также перекачать содержимое допустим видеороликов на компьютер либо при помощи переходника сделать обновление устройства вот такое крепление это сам блок так сказать питания сюда подключается питание непосредственно и магниты очень мощные это сразу скажу честно вот то есть магнит очень мощный шикарный просто таких еще у меня не было но действительно самый такой премиальный в комплекте также присутствует два предохранителя при необходимости можно будет заменить и где-то еще были присоски то есть не присоски крепления на двусторонний скотч или крепление вот таким образом то есть все убрал уже а вот он вот крепление на двусторонний скотч либо на присоску ну и то есть вот таким образом вставляется вот так вот как это работает вот так вставляется достаточно плотненько и он не будет трястись и опять же поворачивается при необходимости можно будет развернуть видеорегистратор от лобового стекла то есть вот так он будет на лобовом стекле при необходимости можно будет его вращать в любом положении то есть очень удобное крепление на лобовом стекле так это мы все уберем джакта в отдельном ролике все это покажу более подробно установка на лобовом стекле и расскажу заодно обновление как происходит обновление потому что понять как происходит обновление бас камер и программа обеспечения непосредственно на сайте порой бывает очень трудно и проблематично вот такое крепление сюда крепится за двусторонний скотч им тут тут в комплекте там вы сами не хочет то есть и мы его как-то фиксируем на заднем стекле подключаем то есть длинный достаточно провод подключаем его непосредственно к видеорегистратору вот так выглядит установка сейчас пробежимся по настройкам особо акцентировать свое внимание я на них не буду здесь у нас четыре кнопки два и две кнопки выбора вверх вниз здесь кнопка заходим в меню здесь кнопка подтверждения ok здесь кнопка у нас сверху сохранения от перезаписи какое-то какого-то ролика здесь выключение самого а сверху сам выключение самого экрана так вот положили вот такую упаковочку было видно что на видеорегистраторе отражается на лобовом стекле этот предмет забыл как а поле поле результант и фиксиков сейчас мы его а так уберем при помощи поле реализационного фильтра так как его тут правильно накрутить по нам вот так о пропадает видно да показывающая фокус видно насколько сейчас заметно на лобовом стекле отражение сейчас поворачиваем и она практически исчезает видно да с опять появляется продолжаем вращать придется назад немножко но отражение практически нет заметно дам вот так в идеале хорошая вещь фильтр так выглядит установка камеры провод я не стал разбирать всю эту часть в случае необходимости можно было легко его демонтировать провод завел сюда под потолок провел под пластиком вот так она выглядит из салона провел вот здесь все под резинкой дверной здесь вот так получилось потом впоследствии уберу его под пластиковую накладку провел вот так там же тоже под резинкой под дверной и на питание ну а здесь это соответственно на подключение к видеорегистратору заходим в меню включаем вай фай подтверждаем теперь сейчас будет вай фай включится теперь переходим непосредственно к смартфону нужно у нас отключить передачу данных и включить вай фай я уже не первый раз я включаю поэтому он подключается непосредственно к ай боксу вот приложение ай бокс драйв подключено обновление кстати вот я его обновлял буквально вчера или позавчера но почему то все равно висит настройки то есть обязательно можно обновить и отсюда соответственно обновить по или обновить базы камер так как у нас нет радарной части нажимать на обновление по смысла никакого нет начистить кэш помощь настройки устройства давайте вот посмотрим здесь можно настроить громкость звука у меня стоит четверка частота мегагерц датчик движения отключен датчик G-сенсор тоже отключен цикличной записи поставил 3 минуты вот их можно выбрать тут различными вариантами так ну что у нас еще вот файл вот как выглядят файлы есть видеозаписи здесь хранятся то что вы уже скачали на телефон ну а здесь непосредственно видео с передней или задней камеры соответственно соответственно отсюда здесь их можно также и посмотреть видео по датчику движения так как он у нас отключен здесь никакого видео нет вот такое приложение с ним работать вполне удобно ничего лишнего такое приобретение у нас получилось отличный видеорегистратор отлично снимает удобное меню в использовании отличное приложение также позволяет удобно с ним контактировать непосредственно с видеорегистратором покатались как я говорил уже несколько недель уже отснял два ролика которые могли бы быть спорными первый ролик это умение людей ездить по кольцу и съезжать непосредственно не с крайней правой полосы уходить с кольца со средней или с крайней левой левой следующий видеоролик это инцидент небольшой уже несколько лет там висят знаки с правой полосы можно двигаться прямо направо и соответственно налево а с левой полосы можно двигаться только налево ну а некоторые товарищи ездят по памяти они по знакам на знаки вообще не смотрят естественно он двигаясь при повороте налево сразу начал перестраиваться в правую полосу и тем самым подрезав меня аист контроль ограничение 60 и умереть вот для героя что просчитывает вот ,好像 мы объяснил ему как и в первом видео о том с какой полосы нужно съезжать чтобы обращал внимание на знаки без руганий без всяких скандалов вот такой у нас получился видеоролик рассказ о новом видеорегистраторе как я уже говорил в путешествии он нам вполне пригодится для контроля опять же того что происходит спереди и сзади автомобиля две камеры это не одна две головы лучше чем одна ну спасибо всем за внимание всем всего доброго оставайтесь с нами подписывайтесь на канал а я напоминаю что впереди вас ждет еще один видеоролик посвященный подготовке автомобилю к путешествию и не забывайте что под видео будет ссылочка на drive 2 где вы можете почитать более подробно то о чем вам я сегодня рассказал и поведал до скорых встреч всем всего доброго берегите себя своих близких и своих железных коней всем пока до новых встреч декарт камера в спину ограничение 40 снижайте скорость впереди автоураган контроль светофора ограничение 60 в секторам о Продолжение следует...